Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 11 марта, в первый день Великого Поста, Православная Церковь совершает память святителя Порфирия, архиепископа Газского. Святитель Порфирий родился около 346 года в Фессалониках в Македонии. Родители его были людьми состоятельными, и это позволило святителю Порфирию получить хорошее образование. Имея склонность к иноческой жизни, в 25 лет он оставил родину и отправился в Египет, где подвязался на горе Нитрийской под руководством преподобного Макария Великого. Там он встретился с блаженным Иеронимом, посещавшим в то время египетские монастыри, и вместе с ним отправился в Иерусалим на поклонение святым местам и животворящему Кресту Господню, после чего поселился в пустыне Иорданской для молитвенного и постнического подвига. Там святой Порфирий впал в тяжкий недуг. Для исцеления он решил идти к святым местам Иерусалима. Однажды, когда он в полном расслаблении и забытии лежал у подножия Голгофы, Господь посетил своего раба в спасительном сновидении. Святой Порфирий увидел Иисуса Христа, сошедшего с креста и обратившегося к нему со словами «Прими это древо и храни его». Проснувшись, он почувствовал себя здоровым. Слова Спасителя вскоре исполнились. Патриарх Иерусалимский посвятил святого Порфирия в пресвитерский сан и поставил хранителем честного древа креста Господня. В то время святой Порфирий получил свою часть родительского наследства – четыре тысячи золотых монет. Все их он раздал нуждающимся и на украшение храмов Божиих. В 395 году скончался епископ города Газы в Палестине. Местные христиане отправились в Кесарию к митрополиту Иоанну, с просьбой поставить им нового епископа, который мог бы противодействовать язычникам, преобладавшим в их городе и притязнявшим христиан. Господь внушил митрополиту призвать иерусалимского пресвитера Порфирия. Со страхами и трепетом принял подвижник святительский сан, со слезами поклонился животворящему древу и отправился для исполнения нового послушания. В Газе он обнаружил всего три христианские церкви, а языческих капищ и идолов великое множество. В то время случилось бездождье и великая засуха. Жрецы приносили жертвы идолам, но бедствие не прекращалось. Святитель Порфирий назначил для всех христиан пост, совершил всеночное обдение и обошел с крестным ходом весь город. Сразу же небо покрылось тучами, загремел гром и пролился обильный дождь. Видя такое чудо, многие язычники восклицали «Один Христос есть Бог истинный». После этого события к церкви присоединились, приняв святое крещение 127 мужчин, 35 женщин и 14 детей, а вскоре еще 110 человек. Однако язычники по-прежнему притесняли христиан, устраняли их от общественных должностей, обременяли налогами. Святитель Порфирий и митрополит Кесарий Иоанн отправились в Константинополь, чтобы просить защиты у императора. Их принял святитель Иоанн Златоуст и оказал действенную помощь. Святители Иоанн и Порфирий были представлены императрице Евдоксии, которая в то время ждала ребенка. «Потрудись за нас», – сказали епископы императрице, «и Господь пошлет тебе сына, который воцарится при твоей жизни». Евдоксия очень желала иметь сына, ибо прежде у нее рождались дочери. И действительно, в императорском семействе по молитве святителей родился наследник. В 401 году последовал указ императора о разрушении в Газе идольских капищ и предоставлении христианам привилегий. Кроме того, императрица дала святителям средства на построение нового храма, который был построен в Газе на месте самого главного капища. Святитель Порфирий к концу жизни полностью утвердил христианство в Газе и совершенно оградил свою паству от притеснений язычников. По молитвам святителя совершались многочисленные чудеса и исцеления. В течение 25 лет наставлял архипастырь словесное стадо и приставился в преклонном возрасте – в 420 году. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых преподобного Севастьяна Пашихонского, мученика Севастьяна, священномученика Михаила Лисицына Пресвитера, священномученика Петра Варламова Пресвитера, священномученика Сергия Воскресенского Пресвитера, священномучеников Иоанна Епископа Рыльского и Иоанна Дунаева Пресвитера, преподобно-мученице Анны Благовещенской. Всех, кто носит имена святых... Да, да, да. Что-то это. Конечно, первое. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва, а также с началом Святой Четыридесятницы. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Постимся постом приятным, благоугодным Господи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова